Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проходить очень крутую карту, которая называется ТОП 10 самых жестоких убийств в Майнкрафте. То есть у нас будет 10 различных смертей. В чем суть этой карты? То есть, кто помнит, у меня была недавно карта, которую мы проходили, проверили знания в Майнкрафте, где вам выдавали какие-то предметы. Из тех предметов вам нужно было что-то соорудить, чтобы продвинуться в следующий уровень. То же самое на этой карте, только нам будут выдавать предметы, также будут подсказки. И с этими предметами нам будет как-то, нам нужно будет найти какой-то способ, чтобы себя убить. То есть, нужно найти способ, как совершить суицид. Да, ребят, или там с большой высоты упасть, или там отравиться, или еще что-то. То есть, мы посмотрим, сможем ли мы с этим справиться. Но, как обычно, ребята, перед этим я бы очень хотел вас попросить поставить лайк. Ведь, в первую же очередь, ребята, вы сделаете приятно мне, потому что каждый лайк для меня очень сильно ценный. Вы скажете спасибо мне, что вышло видео, а я скажу большое спасибо вам, своим подписчикам. Действительно, ребята, если мы наберем 700 лайков, то я вам обещаю, что прохождение карты будет выходить намного-намного чаще. Хотя бы через день. Также не забываем оставлять комментарии под этим видео, ведь я читаю ваши сообщения, также на них отвечаю. И, что самое главное, не забываем подписаться на мой канал, ведь я рад каждому новому подписчику, который присоединится к нам в нашу дружную семью. Потому что станешь новым подписчиком, я действительно буду к тебе относиться как к какому-то другу. Поэтому, ребята, мы сразу же приступаем и сразу же будем начинать новую... Новую игру, да, новую игру. Уровень первый. То есть, видите, даже в названии нам уже даются какие-то подсказки. Fall Damage. То есть, нам нужно упасть, наверное, с большой высоты, чтобы умереть. Тут у нас есть подсказка, что делать, да, но... Ой, это что? Ага, я думал, это переход на следующий уровень. Нет. То есть, смотрите, что нам нужно. Как вы видите, нам уже тут дали инструменты. И, в принципе, нам даже, наверное, не нужно использовать подсказку, потому что, ну, все поняли, что нам нужно тут делать. Нам нужно просто много раз вот так спрыгнуть с такой большой высоты, чтобы разбиться. То есть, нам даже такую подсказку дали в самом названии уровня, да, то есть, которое называется Fall Damage. То есть, урон от падения, вот, вот, вот как это переводится, да. И я уже практически себя добил, я просто поставил на паузу, чтобы ни себя, ни вас не мучать. И последний прыжок. Вы умерли. Да, ребята, самое, самое жестокое убийство в Майнкрафт. Замучить себя до смерти от падения, там, переломать все кости. А как называется, я не заметил. Water, то есть, вода, ага. Ага, 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 ага. Ну, в принципе, мне кажется, это даже очень просто будет. То есть, построим какой-то бассейн маленький, да. Мне кажется, это реально будет очень просто. Допустим, вот такой небольшой бассейн. Я надеюсь, что мы сможем с этим справиться. Допустим, вот так. Мне кажется, мы уже даже вот, да, мы уже тут даже сможем просто-напросто постоять вот тут и умереть. В принципе, ничего сложного, но вот мне кажется, это реально жестокая смерть. То есть, ребята, умереть от того, что вы просто-напросто не умеете то ли плавать, или в воде долго были, воздуха вам не хватило, да. То есть, это реально жестокая смерть. То есть, умереть от того, что ты утонул, это реально жестоко. И мне кажется, даже своему врагу такого пожелать не хочется. А, то есть, лава фолл, падение от... Ага. Это дроппер или что это? У меня... Да, у меня есть такое ощущение, что это дроппер. Прошел... Нет! Твою мать, я думал, я прошел. А что нам нужно? А если я на вот эти плиты упаду, то меня тепернет сюда. Ага. То есть, мне нужно как-то упасть туда, вот в эту лаву, да? Опа. Твою мать. Хм, это реально сложновато уже. Это уже сложновато. Ага. Да. То есть, вообще даже мизинчиком не нужно было. Нельзя доторкнуться до плиты, потому что вас перекинет обратно на начало уровня. Так, антигравитация. А подсказки мы еще пока что не использовали, потому что, ну, в принципе, понятно. Антигравитация. А, то есть нас... Опа. Нифига себе, ребята, смотрите. Мы прям гравитацией какой-то владеем. Но я не могу сказать, что это ужасная смерть, потому что, ну, в принципе, в жизни у вас такая смерть не может случиться. Потому что, ну, сами понимаете. Гравитацией вы вряд ли овладеете. А мы, ребята, уже приступаем к пятому уровню. Редстоун контрапшн. То есть, какая-то... Я в Редстоне так шарю. Ух. Сейчас. Дайте подумать. Ну. Нам тогда нужно сделать раздатчик, который бы у нас... Который бы в нас стрелял, ну, ясно чем, да? То есть, стрелами, допустим. А если мы просто-напросто вот так поставим? Вот так. Ага. Так. Что за фигня? Ага. Вот так. А если вот сюда? То есть, мне кажется, даже не нужно какие-то нереальные схемы строить, если мы просто-напросто вот так можем по-нубски. Хотя, ну, иногда, ребята, самый легкий способ это... Это способ к успеху, да? То есть, не нужно там строить какие-то, я не знаю, это путь к успеху. Не нужно там строить какие-то нереальные постройки, чтобы пройти дальше, если мы можем банально по-нубски это все построить и намного быстрее перейти в следующий уровень. The Ball of Fire. Огненный шар, да? Ага. То есть... Ну... Ну, просто поджечь на зерак, да? Чтобы он загорелся и чтобы мы себя просто-напросто забабахали. Ну, я не скажу, что тут что-то очень сложного есть. Но посмотрим, посмотрим, ребята. Посмотрим, что у нас дальше будет. У нас еще три уровня. The Tree Trap. То есть... Как это? Не деревянная ловушка, а ловушка на дереве. То есть, что-то в этом роде. Хм. Хм. А я, если честно, не знаю. Как это? Ребята, это как-то можно умереть, чтобы... Как-то... Я не знаю, честно. Не представляю. Вот сейчас я включу. Cut the lock from the very bottom. Ага. А то я не понял. То есть... Ну, вряд ли вы в Майнкрафте можете как-то умереть, если, например, у вас будет топор, если вы будете рубить дерево. Как-как вы можете? Ну, разве что, например, при телепорте, да? Когда вы можете куда-то телепортнуться и застрять в дереве и умереть от того, что вы застряли в стене. Ну, можно так сказать. А я просто не понял, да? То есть... А это ловушка там? Офиг его знает. Ага. Сейчас у нас наковальня. Наковальня? Ну, в принципе, это ясно. Это даже стандартный, мать его, грифер. Ничего, ничего сверхъестественного нет. Сверхъестественного нет. Это на каждом сервере... На каждых серверах вот такие гриферы, которые убывают людей с помощью наковальни, забирают их предметы себе. The Void Bed. То есть, кровать в пустоте, если я хорошенько знаю английский. Да? То есть, нам нужно, походу, это застроить, как я понял. Ну, в принципе, я понял. Но... Ага. Ага. А я просто, знаете, сначала подумал то, что... Ну, что-то тут не так. Нам что, командой нужно активировать ночь? Jump, 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 jump. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Это пустотенько. В принципе, это каждый майнкрафтер знает то, что если будет застроена кровать, то вы просто-напросто, ну, засванки за стеной. Десятый уровень. The Nether. Ребят, дайте я, может, день включу, а то мы только что ночь включили, ну, потому что нужно было. То есть, нам нужно попасть обычным путём в... Ну, вы поняли, да, куда нам нужно попасть? Конечно же, в ват нам нужно попасть. И всё. Ну, наверное... Ребят, это, кстати, десятый уровень. Это, кстати, десятый уровень. И сейчас мы уже, наверное, будем даже заканчивать прохождение этой карты. Но я вам сейчас что-то скажу. Я вам сейчас что-то скажу. Но давайте мы тпкнемся сюда. Ну, и в принципе, тут... Тут очень просто будет вообще, чтобы умереть, да? Да, каким-то даже... Я бы мог тут просто-напросто сгореть, но это будет слишком как-то... Слишком как-то просто. Мне кажется, если мы обычным путём сгорим или, например, прыгнем в лаву, то это будет очень просто. Хм... Если бы мы тут хотя бы кого-то нашли, того же пигмена, да? То, мне кажется, это было бы уже намного круче. Но это в крайнем случае, да? Если всё-таки мы никого не найдём, то, наверное, просто-напросто банально прыгнем в лаву, да? Не, ребят. Я, честно, пока что никого не вижу. Я никого не вижу. А давайте, может, мы... Хм... Хотя нет. В принципе, наверное, всё-таки мы прыгнем, потому что я не вижу тут ни одного пигмена, ни одного гаста. Вообще никого не вижу. Не знаю, все куда-то пропали. Ага, то есть... А-а-а... А может, на этой карте никого нет? Потому что вы видите, что на этой карте сделано даже так, что вы... Ох, давайте, давайте, давайте! Вот сюда, вот сюда, вот сюда. я хочу под это разгон и прямо в это так а это походу у нас задание как видите ребята мы даже сгореть не можем разработчик этой карты короче нам какое-то задание даже сделал но не зря же нам тогда дали вот эту кирку может мы можем выпасть сада нет ну мне кажется единственный вариант потому что мы не можем не гореть у нас у нас даже нету урона от падения да то есть тогда как нам вообще умереть ну мне кажется если бы мы нашли а то есть смотрите джамбус у нас есть fire resistance то есть нам специально дали вот этот эффект чтобы мы себя не убивали самым нубским путем это просто-напросто прыгнули в лаву да вот разработчик паскуда паскуда разработчик ладно давайте тогда туда при плывем единственный тогда вариант это найти я не знаю там монстра найти какого-то чтобы он нас убил потому что вы видите то что это реально тяжело то есть я думал ну я сначала сам хотел найти какой-то другой способ да чтобы ну не казаться каким-то нубом то что мы просто-напросто прыгнем в лаву и убьем себя по-быстрому да то есть ничего ничего сложного это оказывается разработчики сам учел то есть ребят какие есть еще способы умереть в аду я не знаю хоть убейте я не знаю ну а то есть мы бы могли построить большую большой столб и просто-напросто с него спрыгнуть то есть ничего там тяжелого нету а или банально прыгнуть в а вот то что принципе каждый наверное подумал да с каждый из вас подумал то что принципе прыгнуть в лаву это самый простой способ он самый эффективный да тут всем все бы сразу же и прыгнули а то что хреново то что нет урона от падения это очень плохо потому что ну хотя бы таким способом как-то как-то бы убили себя то есть да не было бы чего-то трудного я ребята тогда даже не знаю то самое хреново я не вижу ни одного монстра я не вижу ни одного монстра может на этой карте просто-напросто нету монстров тогда как нам умереть в аду я не знаю ребят давайте подумаем мы не можем умереть от падения мы не можем умереть от горения то есть мы не можем даже в лаву прыгнуть а ну секунд и если тут даже не спавятся мобы потому что мне кажется ну уже был сто процентов кто-то бы заспавился то у меня сейчас возникла новая идея а что это такое как говорится все гениальное просто и мне кажется реально автор постарался потому что ну запарил он мне мозги реально я не знал как себя можно убить то есть ну это сложно как мы тогда вообще умрем в аду если там нету не не бобов не не урона от падения не не даже от того то что мы прыгнем в лаву а может а это нас выталкивает то есть а если а если вот так запарился я с этим уровнем реально но чё это такое ребята как вы заметили мы перекинулись на 11 уровень значит ребята тут есть больше способов покончить с собой быть каким-то суицидником но если вы конечно же хотите продолжение я вам даю свое слово прям слова эдисона то что если мы набрём 700 лайков ту же секунду в ту же магию секунду выйдет следующая часть прохождения этой карты мы еще попробуем 10 способов с помощью которых мы сможем с собой покончить слова какого-то реально суицидника но все же ребята я буду очень сильно рад если вы поставите лайки потому что как я уже сказал вы сможете меня отблагодарить поставить свой лайк а я вам также скажу спасибо за то что вы его поставили ведь я очень ценю своих подписчиков я рад каждому новому подписчику который вступит нашу дружную семью потому что я хотя бы пытаюсь я я я вообще отношусь своим подписчикам как действительно своим друзьям поэтому хочешь стать моим другом вступая нашу большую дружную семью я еще раз повторюсь также просто-напросто не забываем оставлять комментарии под этим видео я их читаю также на них отвечаю то есть ты даже со мной можешь пообщаться а мы ребята на этом будем заканчивать ссылочка на скачивание этой карты конечно же есть в описании вы можете скачать и просто убивать себя убивать себе то не не знаю может следующих уровня будет какие-то там не знаю веревкой было ли я на себе перерезать или может еще что-то я не знаю что автор еще придумает как вы видите тут есть еще много способов покончить собой и ребята мы это попробуем следующей серии если конечно же она будет зависеть только от вас я вам скажу спасибо за просмотр и прощаемся ребята всем удачи всем пока